доброе утро друзья сегодня пришла покормить котик кушает промыла рамку водички налила сегодня щенки уже на месте не знаю где они были куда ходили гулять вот они котик серенький пришел в общем все голодные сегодня так холодно как-то я же вон там дала вам покушать а я уже думаю может кто-то и забрал на завод или куда-то нету котики поцарапает где вон там кушать друзья сходила домой в общем наварила каши там у меня оставались котлетки чуть-чуть ними намешала голодные щенята кушай кушай надо еще водички налить то это со льдом замерзшая никто не хочет кормить больше сейчас водички налью им тут серенький поел еда еще осталось лежит вон храна наружу но я ее я же говорю промыла до вечера теперь такие сразу кругляши становятся доброе утро друзья что хочу сказать в общем того котика или кошечки не на черника с беленьким уже в сарае в этом нет все я разузнала нашелся это потеряшка был сказать это из того выводка или нет не могу в общем это хозяйский как говорится котик или кошечка вот он просто убежал или где-то кто-то подобрал и туда отнес в общем нашла хозяйка его я все узнала так что он дома все никуда он не исчез все у него хорошо а я смотрю что он такой прям крупненький хорошенький это и ласковый к ласчица подходит ну очень хорошо что все хорошо так заканчивается не надо нам что других тогда я же говорю как идешь кормить так и думаешь кто-то будет новенький или кутики или щенки или еще что-нибудь кто-нибудь подбросит ну что за люди не знаешь как как лучше поступить пропустили вот что привела бояться жалко на может топить как говорят грех на душу брать подкармливает когда уже начинают сами кушать и приносит в общем всем бог судья что сделаешь не знаешь как лучше да и на улицу конечно страшно тем более под зиму когда маленьких особенно выбрасывать да и большие жалко сколько ходит да тем более если начали расти в тепле все а потом выбросить их они не адаптируются сразу когда рождаются так вот на улице мама и хочет как надо прятаться или убегать там опасность что-то хотя может у них это инстинкт но тем не менее зиму конечно сколько здесь вообще вот к магазина идешь я жарю к около каждого магазина по два по три кота есть и молодые такие вот но все равно люди видите подкармливают это то конечно хорошо ну у нас да живет собака подъезде тоже ее кормят да это я не знаю я не не говорила в общем мне сказали люди что она щенка вот этих в общем прикусывает их убивает скажем так не знаю почему она так делает она стерилизованная может быть у нее нет материнского инстинкта может какая-то я не знаю ревность но у животных не поймешь у них свои ну территория на находит и далеко туда из-за мусорника но она да она считает что это вообще вся округа и и она крупная да что это все ее территория до в животных так друзья доброе утро еще раз я сейчас приехала микрорайон магазинчик ценопад хотим диме посмотреть почем хоть и если такие размеры куртку штаны теплые именно зимние дима хотел сразу чтоб вместе ехали но на утром холодно если что то есть наличие я присмотрю может быть вдвоем приедем а может быть если что возьму чтоб померить дома в общем узнала я магазине курток теплых зимних пока нет еще такие знаете не сильно теплые и коротенькие ну и размера дима нова нет будем и видите он так то худой но из-за роста ему нужно размер больше брать когда привезут сказали еще неизвестно ну у нас у них есть своя страничка в контакте и там всегда не выкладывают новые новый завод что привозят поэтому будем наблюдать шапочки смотрела шапочки тоже такие еще дними сезонные привезли дима еще хотела рукавички ну такие как без пальчиков ну если на улице выходить зимой чтоб руки не мерзли ну себе купила я вот такие перчатки сейчас покажу красивые под свой красный комбинезон там я такие кожаные уже все и задрались вот такие вот 300 рублей стоят вот здесь как перчатками этот тканевая такая на флисе вот и сверху как вязаная кофточка на них вот она по моему снимается да она отдельно снимается тут мех вот такой хорошенький ну в общем мне понравились они одни висели такие ну и самое главное сегодня сестричка привезла лекарства которые одними покупали их пересылали на племянницу краснодарский край там как раз была сестричка у дочери вот у катеньки и привезла вот они лекарства такие большие коробки я думаю по 5 ампул думаю что у них такой а здесь оказывается вот такие вот наконечники это надо на шприц одевать а потом иголочку потому что они колется подкожно чтобы не ввести но внутри мышечная вот хранить нужно обязательно в холодильнике поэтому я вытащила только вам показать и вот чеки это в двух в аптеках в одном было вот 6 419 а в другой аптеке 6 953 так что все дима теперь с лекарствами и когда врач скажет вот с какого дня начинать именно колоть ну сразу начнем самое главное что уже они у нас есть романное спасибо огромнейшее спасибо всем кто участвовал в сборе на лекарства кто покупал кто пересылал кто привозил всем всем огромное спасибо да баксик всем всем крепкого здоровья спасибо спасибо еще раз друзья и опять пришла покормить то щенкам супчик принесла по ней не мешали котик кушает для не всех может такой вот видеть в общем ранка у кота уже открылась вот так ему пока он ест я ему шприцом заливаю ранку другой стороны так вроде сухо а здесь надо я на вокаин ой этот перекись водорода грею на батареи чтоб она не сильно холодная была ему сейчас и питание нужно хорошее конечно тут у него домик ничего так он уже не первый год зимует главное чтоб ранка затянулась эти супчик весь вылокали водичка вот видите она замерзает поэтому и теплый приношу тепленько этот пришел еще какой-то новенький это новенький все кушает серенька мы еще сухого насыпала ну хоть сидит здесь никуда не уходит днем уходит куда-то наверное ну хоть главное чтоб вечером был чтоб я могла ему укольчик сделать все подкушали бегайте гуляйте друзья всем добрый вечер хочу похвастаться в общем и сказать всем огромное спасибо что советовал в общем купила я вот эту же ленточку вот и поклеила уже уже не стала снимать как в общем начала я вот отсюда вот вот за клееночку заходит вот да это но здесь бортик вот такой получился и здесь вот она под клееночку заходит здесь не согнутая вот так вот здесь хорошо плотненько ровненько здесь треугольничками так вырезала что было чуть покрасивше закрыла вот эту вот дырочку все все беленько красиво теперь уже вот мыло посуду даже вот вода здесь я уже не боюсь что она через силикон как-то попадет в общем все получилось красиво и замечательно спасибо всем огромное так что мы если что спрашиваем прислушиваемся к вашим советам вот спасибо вам огромное